Паровозик Последнее честное благородное слово И странному паровозику поверили в последний раз Тук-тук ехал он по дороге и ни разу не оглянулся И вдруг голос из леса Фьють Вздохнул паровозик И в лес направился А пассажиры выглянули в окна и стали кричать Безобразие! Мы же опаздываем! Конечно, сказал паровозик И все-таки на станцию можно приехать и позже Но если мы сейчас не услышим первого соловья Мы опоздаем на всю весну И всю ночь весь поезд слушал соловьиное пение К утру поехали дальше Много ли, мало ли ехали Но паровозик ни разу не оглянулся И вдруг нежный запах из рощи Вздохнул паровозик И в рощу направился Безобразие! Безобразие! Закричали опять пассажиры Опоздаем! Опоздаем! И вновь паровозик ответил Конечно И все-таки на станцию Можно приехать и позже Но если мы не увидим первые ландыши То опоздаем на все лето И весь день Весь поезд собирал первые ландыши Только к вечеру поехали дальше Много ли, мало ли ехали Но паровозик ни разу не оглянулся И вдруг выехали на горку Паровозик остановился А теперь зачем стоим? Удивились пассажиры Закат Только и сказал паровоз И если мы не увидим его То может быть мы опоздаем на всю жизнь Ведь каждый закат Единственный в жизни И теперь уже никто не спорил Молча и долго смотрели пассажиры На закат Ну вот наконец станция Вышли люди из поезда А паровозик спрятался Сейчас думал он Эти строгие дяди и тети Пойдут к начальнику жаловаться Однако дяди и тети Почему-то улыбались и сказали Паровозик, спасибо А начальник станции немало удивился Да вы же опоздали на три дня Ну и что сказали пассажиры А могли бы опоздать На все лето На всю весну И на всю жизнь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому